приветствую друзья мои пару вопросов мне поступили ночью в комментариях и сейчас быстренько с вами ответим у меня утро какое время дня у вас не знаю но доброго утра доброго дня доброго вечера вам независимо в какое время дня и ночи смотрите может доброй ночи значит вопросы следующие парочку отвечу я их выбрал из комментариев значит baseball man пишет александр продолжение темы на продолжение темы в прошлом видео я порекомендовал играть на гитаре аккордами расставляя пальцы как печать несколько нюансов как это играть значит я рекомендую например до мажор это относится ко всем аккордам играть не поочередно зажимая пальцы потом извлекая звук одновременно когда вы нажимаете все струны зажимаете одновременно всеми пальцами то есть 1 2 3 вот и чтобы это у вас сформировалось в привычку вне зависимости от того на какой позиции вы играете одновременно ставить сразу все пальцы они поочередно потому что это экономит время а знаете когда вы играете каждый миллисекундно играет свою роль когда вы играете играет роль и эти миллисекунды потом складываются в секунды и произведение может затянуться могут возникнуть нетактовые паузы какие-то остановочки пока вы переставляете аккорды поэтому я рекомендую не так вот играть аккорды а сразу поставили привыкнуть чтобы сразу все пальцы одновременно зажимали нужные воды на нужных струнах так вот бейсболмен пишет что на одном из каналов он посмотрел для отработки постановки пальцев как печать рекомендует с нет работать с метрономом 1 поставил аккорд любой давайте тот же самый до мажор возьмем 2 раскрыл пальцы веером прицелился 3 снова поставил что скажите насколько это эффективно я пробую так играть тяжело удается мне 47 лет с инструментом два года по два три часа в день значит смотрите вне зависимости от того сколько вам лет конечно это будет тяжело даваться потому что таким образом я работать не рекомендую сейчас объясню почему дело в том что каждое движение когда вы играете на гитаре формируют вас определенную привычку на сознательном на подсознательном и даже на рефлекторном уровне но представьте себе если вот вы тренируетесь пальцы верим раскрыли снова поставили работу раскрыли снова установили раскрыли там снова поставили и на такое вот у вас нет получается движения и когда вы будете играть то или иной мелодию аккомпанируя или просто импровитирует это вот привычка она вам будет мешать bardo выдвиглю ваш рука уже работает таким образом что пальца деваем раскрываете напротив я рекомендую как можно меньше делать движение экономить силу и пальцы оторвать от texture не бейером, а как можно меньшее расстояние, чтобы от струн до подушечек пальцев у вас оставалось. То есть экономить движение, чтобы все выглядело аккуратно. А представляете, если вы будете играть? Ну и так далее. Я немножко утрирую, а тем более, если вы по позициям прыгаете. Вот так вот точнее. Ну, представляете, сколько времени уходит на это движение, когда напротив приветствуется компактность. Ну и так далее. Поэтому моя рекомендация, не нужно вот так вот сильно раскрывать пальцы, аккуратненько ставим, как можно меньше, отрывая пальцы от струн. И если есть возможность сохранить один и тот же палец на одном и том же ладу, когда вы меняете аккорд, оставляйте этот палец. Например, переходим с ре минора, д, м, на аккорд, например, а, м, д, у вас, видите, есть возможность сохранить на месте, не двигать никуда второй палец. Оставляем этот палец. Переходите на следующий аккорд, вот этот, например. Оставляем. Переходим на следующий аккорд, скажем, вот этот. Вот. Оставляем. Возвращаемся на тонику, оставляем. И у вас получается. Вот. Поэтому в любом случае старайтесь как можно меньше делать движения. Я думаю, что насчет этого понятно. И еще один момент. Здравствуйте, Саша. Вы можете сделать разбор. Пару-тройку песен с элементами фингерстайла. Или просто на аккордах показать в медленном темпе. Очень хотелось бы научиться, как играть. Понравился такой стиль игры. Но на самом деле я разборы стараюсь не делать на канале. В исключительном случае по индивидуальному заказу, кто мне пишет, на почту я за определенное материальное вознаграждение делаю разборы. Объясню почему. На первом этапе разбор может помочь, как бы стимулировать к развитию. То есть человек сыграл, хотя он не понимает, что это за нота, почему именно эта струна. То есть как разбор происходит. Вот нажмите на такой-то струне, такой-то лад, щепните таким-то пальцем и так далее. На самом деле моя задача и на уроках, на консультациях, и в своих курсах, и во время коучинга дать людям удочку. Чтобы основные моменты, навыки, знания, умения человек перенял от меня и мог уже самостоятельно играть не пару-тройку песен с элементами фингерстайла, а любую композицию, любую песню. И когда у вас есть уже удочка, вы пошли и сами ловите рыбу. А это считаете, что вам дали рыбу. Вот вы ее съели и все. И дальше остаетесь опять голодным. Вот такой вот мой ответ. Поэтому старайтесь лучше не по разборам композицию учить, а глубже копнуть. То есть не рыбу взять, а удочку. Когда научитесь правильно удочку держать, гитару, поймете основные принципы игры на гитаре. Конечно, тут надо больше труда. Нужно задействовать голову, чтобы понять, как распределяются у нас ноты, тона, полутона, какими аккордами правильно оперировать. Но опять-таки это в двух словах не объяснишь. Это определенная методика, технология. Но, как говорят, игра стоит свеч. Поэтому рекомендую лучше инвестировать свое время и научиться основам игры на гитаре, основам фингерстайла, основам создания аранжировок. И все будет тогда у вас хорошо. Спасибо еще раз за комментарии, что посмотрели это видео. Если нашли для себя какие-то полезные элементы в плане игры на гитаре, рекомендации, обязательно ставьте лайк этому видео. Делитесь этим видео в социальных сетях. И если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Как вы видите, мы с вами поддерживаем обратную связь. Я всегда стараюсь максимум полезной информации и всего самого лучшего, что у меня есть, отдать своим зрителям и подписчикам. Еще раз спасибо. Счастливо. Увидимся в следующих видео.